всем привет и добро пожаловать на мой канал для тех кто впервые на моем канале я должна представиться меня зовут анна и я переехала в америку около ну даже больше года назад летом 2021 года я вышла замуж за американца в калифорнии потом перед подалась на смену статуса и вот чуть больше года спустя получила свою green card в чем подвох и почему я делаю это видео ну во-первых много кто спрашивал у меня о том когда я получила green card и какие сейчас временные промежутки для получения green card и и так все по порядку ну во первых в моем случае я получила green card и чуть больше года спустя подачи на смену статуса adjustment of status но я знаю тех дев девчонок которые получили свою green card спустя шесть месяцев поэтому это действительно ну непредсказуемо но в чем загвоздка именно в моей green card и так как я получила очень много не мотивированных ничем request for evidence которые затянули мое дело ненадолго и также я получила green card без собеседования что было большим удивлением поскольку сейчас это скорее ну скорее это скорее исключение из правил чем нормальный процесс и так я подалась где-то в августе 2021 года на смену статуса в ноябре декабре я получила request for evidence в котором было написано что мы должны ну предоставить иммиграционной службе наши таксу борь за текущий таксовый год который мы уже сделали но им этого было мало они хотели за 2021 год который в принципе можно было получить уже начале 2022 года поэтому это затянулось до марта 2022 года также где-то около месяца назад может быть чуть больше я получила второе второе request for evidence и в нем был такой statement вы должны пройти повторно medical exam хотя мы medical exam действительно еще был в силе а правило о вакцинации от ковид вступили в действие в октябре то есть я еще и шла по правилам которые были до октября 2021 года но их это не интересовало они захотели чтобы я прошла повторно медицинский экзамен в принципе для меня это небольшая была разница потому что у меня были данные все вакцины я полностью была провакцинирована от всего чего можно было только придумать поэтому я заплатила около 400 долларов пошла к civil surgeon и прошла дополнительный медицин медицинский осмотр после того как я отправила им репорт они никак мой кейс не изменялся поэтому я еще дополнительно зашла в свой электронный кабинет и также засубмитила копию моего медицинского экзамена когда вы проходите медицинский экзамен я также должна добавить что вам дадут запечатанный конверт который вы не должны открывать а также вам дадут копию всех экзаменов которые вам провели поэтому у вас будут на руках копии ну это этим в америке экзамене медицинские и отличается потому что если до переезда в америку когда вы проходите медицинский экзамен от посольства вы не имеете прав даже видеть то что вам провели результаты ваши то в америке вам дадут копию всего и это хорошо поэтому я засубмитила полностью копию всех своих экзаменов которые провел медик и также я добавила там некоторые еще другие документы в общем это все прошло и хотя бы электронную форму они заметили спустя месяц также я могу добавить что иммиграционка напортачила в моем деле как ни странно они добавили мне middle name хотя в моей петиции я не указывала middle name и во всех моих документах включаемый паспорт и мэр сертификейт у меня не было middle name но они решили сделать вывод что патриномик то есть отчество это и есть middle name поэтому они взяли на себя такую ответственность и создали мне middle name я написала петицию и засубмитила форму которую в котором я просила сделать рверс то есть отменить вот такой вот их не самовольное решение о создании мне middle name но они полностью его проигнорировали поэтому я получила свою green карту уже с middle name это очень печально на самом деле в этом деле мне еще придется разбираться и скорее всего мне нужно будет или же когда я буду уже снимать лимит с моей green карты подаваться и писать петицию о том чтобы они убрали middle name или же например сейчас искать какие-то дополнительные формы и петиции которые я могу засубмитить чтобы изменить свое имя для иммиграционной службы в общем вот такая вот такие вот нюансы насчет green карты для тех кто еще не знает то green карта для визы невесты дается на два года если вы жена и вы были в браке насколько если я не ошибаюсь год или два то вам дадут green карту сразу на десять лет но для невест обычно дают green карту на два года и в течение этих два года до из срока из течения там 90 дней до конца срока действия этой карты а вы должны будете податься на снятие лимита и также на получение следующей green карты уже на 10 лет кстати я забыла добавить еще один нюанс до получения своей green карты я получила разрешение на работу в америке по ускоренной программе для тех кому интересно как я это сделала особенно для тех людей которые из украины пожалуйста поставьте свои лайки или же задайте свои вопросы в комментариях я запишу видео о том как это можно сделать кратчайшие строки то время пока миссии вы ждете на смену статуса вот как-то так поэтому ребята не отчаивайтесь ждите свои карты они будут может быть как бы не так быстро как вам бы хотелось но вы их получите рано или поздно вот даже вот моем случае даже после вот этих вот всех несуразец которые со мной произошли и со мной и с иммиграционной службой я все равно получила свои документы рано или поздно как говорится но я их получила я безумно рада что наконец-таки у меня мой статус уже легализирован и я полностью могу жить спокойной своей как бы жизнью здесь и путешествовать и ну как бы боже не переживать ни о чем больше это самое главное потому что конечно иммиграционная служба потрепала мне немножечко нервы вот но ничего справимся и с этим переживем как-то поэтому ребята для тех кто спрашивал меня о моей грин карте о том как у меня идут идет процесс получения грин карты вот я сделала это видео надеюсь оно было для вас полезным если у вас есть какие-то вопросы или предложения о следующих моих видео пожалуйста пишите в комментариях я очень буду рада поэтому все вам хорошего хорошего дня и легкого иммиграционного пути пока пока